Итак, начнем, наверное, с твоего понимания состояния украинской армии, потому что мы говорим о контексте тех сложных маневров, которые сейчас происходят вокруг Украины. Россияне там угрожают прямо, но до нашей беседы ты мне говорил, что ты, в принципе, не видишь какой-то серьезный... Я не вижу положительного сценария для россиян. Ну, смотри, они, конечно, могут кровищей пустить тут много. То есть, если сбрасывают сюда кучу эшелонов, боеприпасов, бросят свои танки, артиллерию, возможности устроить большую, скажем так, войну у них есть. Но в результате, что они могут получить, я вообще не вижу ни одного сценария, который бы дал им хоть какой-то профит. То есть, захватить какую-то территорию, ее надо удерживать. Это какая-то оккупационная администрация, это, опять же, там расходы, и, опять же, держать надо фронт. Потому что у меня сложилось впечатление, что нынешняя команда власти совершенно не настроена идти на очередной Минск-3. То есть, если Путин до сих пор все его авантюры, как правило, заканчивались, не заканчивались, а не начинались до того, как он не понимал, как они закончатся, он их не начинал. То есть, сейчас совершенно непонятно, чем закончится, на что пойдет там Зеленский. То есть, я не вижу какой-то договоренности, предварительной возможности такой договоренности с ним. Поэтому они, кстати, и все время требуют от американцев, что вы же их, ну, украинцев, застанчивают. Да, нажмите, а то они какие-то недоговороспособные. То есть, это тоже звучит. Но у меня такое ощущение, что это невозможно. То есть, возможно, Зеленский, ну, как бы, самоустранился от этого, от попытки там расписать партию до ее начала. Ну, и хорошо. В этом плане развитие событий будет идти, как бы, по сценарию, который написан не двумя какими-то людьми под ковром, да, а так как оно и должно происходить, когда сталкивается, как бы, какая-то агрессия с нацией. Продолжение следует...